Товарищи, в этом году трудящиеся нашей страны и всего мира встречают первое мае в исключительно сложной международной обстановке. Вторая империалистическая война, затеянная капиталистами в целях нового передела мира, покорения и эксплуатации народов малых стран и колоний, тянула в свою орбиту уже более полутора миллиарда человек и продолжает охватывать все новые и новые страны. В пламени войны разрушаются целые города, уничтожаются сильнейшие памятники культуры. На морях и океанах тонут сотни кораблей, гибнут сотни тысяч человеческих жизней. Война ложится тяжелым временем на трудящиеся массы капиталистических стран и приносит им неимоверные пяготы и решения. Не удивительно, что народы всех воюющих стран стремятся к ликвидации войны. К установлению мира, и мы верим, что они добьются мира. И чем скорее они добьются мира, тем лучше. Только трудящиеся Советского Союза радостно отмечают пролетарский праздник. На глазах у всех под мудрым руководством партии Ленина Сталина растет и воспитает наша Родина Советский Союз, пользуясь благами мира. Впервые свободно в единой семье советских народов празднуют 1 мая десятки миллионов новых советских граждан. Бессарабии, Северной Буковины и прибалтийских советских саталисийских республик. Навсегда освобожденных от фига капитализма. За истекший год неизмеримо воросло политическое, хозяйственное, культурное и военное могущество нашей Родины. Народное хозяйство делает значительный шаг вперед. Успешно осуществляется третья старинская пепелетка. Растет материальное благосостояние трудящихся. Страна уверенно идет по намеченному пути заогнать и перегнать передовые капиталистические страны и в экономическом отношении. На основе общего объема всех отраслей народного хозяйства, роста науки, техники и культуры значительно укрепилась оборонная мощь советского государства. Решение восьмой партийной конференции, в которых воплощена воля нашей большевистской партии, воля всего советского народа, является верным оружием для поднятия еще более высокий уровень всего нашего народного хозяйства. В 1941 году не должно быть ни одного остающего предприятия. Делом части партийных и непартийных большевиков должно быть полное использование промышленного оборудования. Борьба за ежедневное выполнение плана в каждом цехе, в каждой бригаде. Надо покончить с прогулами и простоями, неуклонно повышать производительность труда и снижать себестоимость продукции. Надо бороться за высокие урожаи колхозных и совхозных полей, за подъем общественного животноводства. Правительство Советского Союза твердо и последовательно осуществляет мудрую сталинскую внешнюю политику, политику мира между народами и обеспечения безопасности нашей Родины. Мы стоим за мир, за укрепление дружественных, добрососедских отношений со всеми странами, которые стремятся установить такие же отношения с Советским Союзом. Однако, большевистская партия, советское правительство и весь наш народ ясно учитывают, что наша страна находится в капиталистическом погружении, что международная обстановка сильно накалена и сривата всякими неожиданностями. Поэтому весь советский народ, Красная Армия и военно-морской флот должны быть в состоянии боевой готовности. Боеспособность наших военно-морской флот была испытана уже не раз. На истекший год она стала значительно выше. Красная Армия и военно-морской флот неуклонно улучшают методы своей боевой подготовки, совершенствуют свою выучку на основе опыта современной войны. Товарищи, будьте бдительны, неустанно обладевайте военным делом. С удостоверенной энергией на всех участках социалистического строительства крепите экономическое и военное могущество нашей прекрасной Родины. Несмотря ни на какие происки, врагов, мы пройдем вперед и вперед светлым вершинам коммунизма, куда ведет нас великий горбчий революции наш Сталин. Да здравствует народы могучего Советского Союза, да здравствует Красная Армия и военно-морской флот, да здравствует партия Ленина-Сталина, да здравствует Великий Сталин.